Если считаешь, что русская армия самая сильная в мире, тогда поставь лайк за секунды. Ребята, всем привет! И мы сегодня продолжаем играть в игру под названием World War II Battle Simulator. Мы сегодня будем продолжать проходить кампанию, левелы. Мы остановились, значит, ребят, на одиннадцатом левеле. Ну и, короче, против нас вот такая вот сейчас армия была выставлена. Это получает сколько? 4М8 Грейхаунда, М3А1, броневичка два штуки, Виллисы, эти, как они, джипы, джипы, да, с пулеметами два, даже три, даже три, да, еще и здесь четыре. И пехотинцы, обычные самые чуваки с винтовками. У нас 750 дается монет. Давайте мы попробуем сейчас, знаете, чем затащить? Снова пушечками. То есть мы ставим вот так вот пушечек, целый ряд. Ну и потом на добивание мы ставим, значит, давайте снайперов побольше. Чем есть прикол, немножко как-то непродуманно, снайпер 30 стоит, пушка 40. Ну что-то, ребят, такое, да. Пушка как бы должна быть подороже хотя бы немного. Воу, что-то я прям переборщил. Ну давайте, в принципе, попробуем, почему бы и нет. Так. Ой, ребят, сейчас будет жесть, наверное. Давайте стреляйте, огонь! На нафиг! Вы это видели? А ну-ка, затащим или нет? Или это хреновая стратегия? Не, это, походу, ребят, плохая уже стратегия. Не работает. Пушки уже все не работают, я понял. Ну то есть пушки как бы работали в предыдущей серии, в этой уже нет. Ну давайте еще разочек мы попробуем. Так. Надо, наверное, уже танки пускать в бой. Арту. Так, ну давайте, наверное, КВ, может, запустим. Ребята, только у СССР есть КВ-1, то есть тяжелый, по сути, танчик. Видите, здесь у нас у американцев ПТ-шка и танк. Здесь у нас с ПТ-шкой танк. Кстати, тоже пушка здесь 40. А здесь, ой, не туда. А здесь у нас, ребят, смотрите, значит, Тайо, что я делаю? Вот. Легкий танк, средний танк, еще и тяжелый. Прикольно, прикольно. Давайте вот так вот поставим 3 КВ. Надо побольше ставить то, что сможет убивать у нас пехотинцев. Вот. Где наши джипы? Вот. Давайте вот так вот попробуем, что ли? Не знаю, получится или нет, но, в принципе, почему бы не попробовать? Три танка, это очень мощно. Не, ну жестко, жестко, что-то. Ну, серьезно, три танка подбивают так долго вот этих грейхаундов, так долго? Да, что-то игра совсем нереалистичная. Да, да уж. Я же говорил в прошлой серии, что если бы так воевали бы, время Второй мировой бы. Да уж, особенно Советский Союз, то никогда бы никто бы не выиграл бы войну. Что-то в этой игре, ну, дикий дисбаланс какой-то. Здесь обычный пулеметчик может подбить танк. Что за нафиг, вот реально бред, как по мне, какой-то полнейший. Ладно, это игра, в принципе, так давайте арту мы поставим. Арты у нас прям жесть какие мощные. О, что я делаю? Стопай, 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 стопай. Мне пушки надо, во. Надо прям побольше пушечек. И еще давайте до арту, в принципе, почему бы и нет. И тогда еще можно поставить... Не, пушек уже, наверное, хватит. Пулеметчика вот сюда, вот сюда. Ну, в смысле, у меня есть еще деньги, во. Бэтл, давайте попробуем, вот так вот. В принципе, неплохо. Арты должны подальше, как бы, да, стрелять. Давайте, стреляйте, алло. Офигеть, вот это уже помощнее, да, что-то. Арты, стреляйте. Артиллерия уже может повыносить это все дело. Офигеть. Вы видите, что мы творим? Да, ребят, артиллерия реально здесь решает. На нафиг. Что-то какие-то крепкие эти грейхаунды. Это же вроде элитная дипотехника, да? Эпическая. Сейчас посмотрим. Не, нету ее. А, не, это не элитная, точно. Это обычная. Ну, нифига себе, конечно, не крепкие. Так, против нас два вольверина, М3А1, гранатометчики, обычные чуваки с винтовками, три пулеметчика, опять грейхаунды и два джипа. Что-то как-то опять жестко, но ничего, продержимся. Так, давайте мы, значит, ребят, опа, на, вот сюда опять кучу арты. Что-то сейчас, я чувствую, мы артой будем брать. Будем, конечно, пытаться это делать. Надо вот этих, блин, засранцев выносить срочно. Так что мы сюда, ребят, что-нибудь сейчас крепкое поставим. Опять же, пушки надо. Сюда пару, так, пушек. Здесь у нас, блин, ну артиллерия, не знаю, справиться нет. Надо дать пулеметчиков. Ну, пулеметчики без поддержки, это такое дело. Ну, давайте, в принципе, попробуем. Артиллерия будет сдалека лупить. Она вроде даже ваншотит и вольвы, ну, вольварины, да, росомах. Короче, вот эти ПТшки. Да, она ваншотит, это замечательно. Вот здесь, конечно, может быть прорыв слева по флангу, но вроде артиллерия держится. Да, вы видите, арта просто жесть, как все сносит. Пехоту вообще на раз, два, три. Ну да, ребят, этот раунд мы тоже взяли чисто артой. О, да. Win. Дальше у нас тут немцы, и просто жесть, сколько у нас пехоты. Йо, прям очень много. Разный. Тут есть у нас чуваки, он с пулеметами, с винтовками, с автоматами и два штука. В принципе, опять же, вы, наверное, же догадались, что я сейчас буду делать. Да. Именно это я сейчас и буду делать. Блин, мне бы еще одну пушку так поставить. И два солдата на охрану. Не знаю зачем, но пускай будет. Не знаю, получится сейчас или нет. В принципе, должно получиться. Сможем ли мы сейчас выиграть? Я думаю, да. В принципе, должно у нас все получиться, потому что арта, ну, сверхмощная. Тема. Вы видите. Йо, сразу пул армии разнесли. Офигеть. Да, ребят, это просто жесть. Давайте сейчас вот чисто будем артиллерии пытаться. О, да. Сейчас мы опять, ребята, ртой всех снесем. Катюша, если бы нам далась бы, это вообще была бы, наверное, такая имба, да? Ну, ничего, я еще, может, злом скачаю или сам попытаюсь открыть. Ну, и там, ребят, будем уже играть на полную. Я думаю, потом вообще здесь можно, когда мы пройдем эту игру, баталии устраивать. Классные, да, какие-нибудь. Да, нам сюда еще одна арта нужна, обязательно. Ну, у меня же есть еще деньги. Во. Давайте. 11 наших против 24 вражеских. Ну, арта может, в принципе, снести. Но 4 штука, это реально проблема. Вы видите, что такое штуки? Ну, опять же, здесь на везение мы играем. Штуки очень мощные. Офигеть, они, конечно, мощные. Ой, еще идти, блин, с пансершреками поприбегали. Это же вообще жесть. Эти чуваки очень имбовые, гранатометчики. Во, теперь штуки, штуков, давайте. Алло, вы еще ни одного штука не вынесли. Вы серьезно? Во, снесли. Куда ж вы все вчетвером по одному-то стреляете? Все стреляйте. Вот так, да. Во, молодцы. Давайте, давайте, ребята. Вот. В принципе... Да, да, да. Е-е-е, затащили. Еле-еле мы это сделали, но мы это, ребят, сделали. Просто куча техники. Я, в принципе, вижу, что можно сделать. Ставим, ребят, значит, у нас 820 монет. Ставим вот сюда много-много пушечек. Тем более, они у нас, не забывайте, очень дешевые. Всего по 40 монеток. И назад арту. Во. А денег больше, блин, нету. Значит, еще пушку. И двух чуваков с винтовками. Не знаю, что получится, но, в принципе, почему бы и нет? Потому что куча техники. Солдат нету. Арта еще будут прикрывать. О, вы видите. Арта мощная здесь тема. Прям просто жесть. Ну, да, пушки против, блин, пехоты. Что-то очень как-то плохо работают. В принципе, более-менее хоть как-то справляются. Ну, что ты попасть-то не можешь? Алло. Арта что-то тоже у нас какая-то что-то сегодня, ребят, кривая, косая. Вы видите, еле, блин, попадает. Не, это уже плохая тактика. Вы видите, ну, что-то вообще прям плохо идет. Здесь уже надо нам что-нибудь помощнее брать. Ну, и все, и завалили. Всего два танка осталось, но два танка это достаточно мощно. Так. Блин, что реально делать? Я вот уже не знаю, что здесь можно сделать. Если мы 8-34 поставим, это все равно будет не то. КВшки. Может, БТ поставить? Я не знаю. Это по 70, так сколько мы можем взять? Штук 15 аж? Ну, это прикольно уже, да, будет. Но все равно что-то не то. Нам надо то, что еще будет солдат убивать. Это арта, блин. Реально, давайте попробуем, смотрите. Вот так вот. И назад сколько получится арта? Ай, блин, всего две получится. Ну, что так мало? Алло. Да, ну, ребята, очень мало. Пушку. И опять же, два солдата. Зачем вообще они тут нужны? Но, в принципе, почему бы и нет? Ну, 34 я не знаю, смогут ли они вынести. Давайте, огонь. Ну, это уже хотя бы побочнее. 34, конечно, очень мощные. Ай, блин. Тут сейчас еще этих пехотинцев, они повыбивают. Они повылазят, и все. И начнут гранатами закидывать. Не, это провальная стратегия. В прошлый раз даже намного было лучше. Денюшек как-то мало. Надо нам побольше денюшек. Прежде сейчас, ребята, наверное, рекламку посмотреть. И туда попробовать. Угу. Вы видите, нам тут просто обязательно нужны монеты. Так что сейчас я посмотрю рекламку и включусь. Нам открылось СУ-152. И, в принципе, это очень даже круто. Вы понимаете? 160 монет и такая имба. Она же сносит буквально все. Давайте их мы поставим. И просто море арты. Которое все тут нахрен накроет. Еще и пушечек можно. Две. Ого. Вот что здесь дается там по 26 монеток, там по 24. Ну, то есть там не 5, не 10. Да, лучше 10. Ну, что здесь вроде 10. Все по десяткам, короче, идет. Цены все по десяткам. Ой, сейчас, смотрите, сушки гасанут. Ого. Мощно. Ну, помню, я что-то не особо заметил. То, что что-то там сверх крутое. А, они, видимо, сначала стреляют, а потом оно взрывается. Так что ли? Или что? Я вообще-то не вижу. О, да. В этот раз мы победим. Но все из-за сушек. Танки жесть мощные. Даже у Норта, вы видите, как их атакуют? Серьезно. И не может нормально убить. Или у них ХП увеличивается? Да, ребят, мы прошли этот уровень. Оу. Ну, здесь я вижу, что уже можно сделать. В принципе, что реально нам может помочь. Это огромное количество пушек. И арты. Ну, в принципе, все очень просто. Элементарно, как говорится. Пушки еще... Нет, давайте еще одну арту сюда поставим даже. Пулеметчика одного поставим. Не знаю, выживет он или нет. Но, в принципе, давайте посмотрим, что из этого получится. Огонь! Смотри, сейчас будет просто жесть залп. И арта, как началось стрелять. Тут главное, да, пехоту вынать. Ого, сколько у нас сразу пушек снесли. Давайте, арточки, работайте. Блин, что-то артиллерия сдается. Куда вы, блин, втроем стреляете по одному бедному чувачку? Блин, от него там, наверное, ничего не осталось. Ну, что вы, танк один не можете, вы серьезно подбить? Ого, мощно. Давайте, два танка. Арты, давайте. Ох, вы видели, одна арта сразу два танка подбила. Это эпик был. Я еще такого не видел. Ну, то есть, да, тут сплэш есть некоторые арты. Это очень круто. То есть, там те же пушки выносят обязательно по одному чувачку только. Арта может сразу там 3-4 человека убить. Не 3-4, а 3-4. Это как ты сказал, так 3-4. А вот реально 34. Ну, вы поняли, 3-4. Ну, короче, там группу людей может убить. Ага, здесь у нас опять много-много-много техники. В принципе, я думаю, вы уже поняли мою тактику. Ну, что-то пока другие тактики здесь не работают. С пехоты работают снайпера, пулеметчики, с техникой работает артиллерия. Все элементарно просто. Чем больше ты этих пушек и всякой фиговины стреляющей поставишь, тем лучше. Артиллерия 80 монет, мощная очень. Пушки вообще по 40 монет тоже достаточно мощные. Из-за этого, в принципе, мы их постоянно и берем. Вот вся моя, в принципе, тактика. Но, что-то, по-моему, в этот раз, ребят, мы, я чувствую, проиграем. Да, я уже это вижу. Штуги тут уже, но это слишком как-то мощно. Придется, что ли, сейчас снова смотреть рекламу? Ну да, три арты, очень много еще пум. Еще даже один штук, воу. Пехотинцы сейчас гранатами закидают. Ну, понятно. Ох, да, артиллерия вместо того, чтобы стрелять в группу людей, где стоит несколько человек, пума, штук. Она стреляет, естественно, по одному челику. Просто зашибись. Давайте мы посмотрим рекламу, у нас будет 1040 монеток. Ребята, у нас тигр теперь доступен. Давайте посмотрим, на что он здесь способен. Блин, мне бы, конечно, штурм тигра. Это да, это было бы круто. Но, вы видите, он всего 140 монет, кстати, стоит. Ребят, если мы так сделаем, я думаю, никто не будет, да, против? Кстати, ой, не-не, зачем? Стопай, стопай. Я могу из... Не, не, я не могу. Типа, разные техники из разных стран ставить. Хотя было бы прикольно, я думаю. А что здесь в эспа уже стоит 90? Блин, это уже подороже будет. Ну, может она, кстати, мощнее? Давайте посмотрим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, посмотрим, тигры справятся или нет. Ну, должны, в принципе, справиться. Ещё у нас не единой потери у тигров. Ну, вы видите, вообще, что это творится? Да, это, это ебово. Ну, да, легендарная техника решает. Это, в принципе, так понятно. Е-е-е, победа. Кстати, сколько мы тоже сегодня уровней прошли? 7, да? 11 и даже 8. Сейчас мы на 8 или на 9. Ну, короче, где-то так. Очень много, опять же, у нас техники. Вообще, я не знаю, что сейчас буду делать. Но я, в принципе, тактику свою уже и так знаю. Так, 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 давайте посмотрим, что у нас. Так, вот так вот. Кстати, игрушка вам очень понравилась. Многие в неё, оказывается, играют. В принципе, интересно. Мне тоже нравится. Вот, давайте попробуем. Если не получится, опять же, посмотрю рекламу. Будут дополнительные монеты, элитная техника. И мы её выставим. И просто будет моща. Ну, тут уже панциров, куча штугов. Ну, я не знаю, может, арта зарешает, конечно. Ну, чё-то пока что так себе. Нет, в принципе, неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. Арта реально может зарешать. На, нафиг. Уже всего три танка остаётся у противника. А у нас ещё целых восемь артиллерий и одна пушка. Не, семь артиллерий и одна пушка. Да, затащили, зарешали. Ну, и давайте сейчас мы ещё один, ребят, на последочек уровень пройдём. Так. Да, давайте, сегодня это у нас будет финальный уровень. А сколько тут их всего? Ну, я чувствую, их там просто очень-очень много, дохренища. Воу. Ну, я думаю, этот уже уровень стоит проходить, наверное. Не, ребят, давайте, у нас последняя попытка. Я хотел рекламу посмотреть. Давайте так, если мы его пройдём, то, в принципе, пройдём. Если нет, тогда я на следующую серию оставлю. Заодно я с ним разберусь. Надо что-то сразу интересное очень придумать. Угу. Сюда мы ставим целых пять пушек. И всё оставшееся это артиллерии. Я думаю, это будет очень мощно. Даже давайте шесть пушек. Давайте попробуем. Не получится, опять же, оставим на следующий раз. Но чувствую, что-то, да, много как-то. Очень много противников. Танков просто дохренища. Без элитной нарнотехники не получится это всё дело нам пройти. Ну да, вы видите. Арту нашу гасят просто на раз два-три. Хоть мы и сплэшами бьём там, но плохо чё-то идёт. Вы видите, мы даже ещё ни один танк нормально не подорвали. Даже там не повредили. Ладно, ребята, при этом всё. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайки. Ну и пишите в комментариях, на каком вы сейчас уровне остановились. На ком вы сейчас уровне играете. Если вообще вы эту игру не играете. Кстати, можете её скачать по ссылочке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока-пока.